Пока защищающий от краски респиратор один на всю команду. Периодически замерзающий из-за погоды распылитель, но это не помеха тому, чтобы задумка эскиза воплотилась в жизнь. Холодная погода не испугает уличные художники. И как раз таки это те экстремальные условия, которые отличают обычных художников от уличных. Умение работать при любой погоде. В мэрии согласовали эскиз и разрешили молодым граффитистам разрисовать 8 гаражей. Владельцы кооперативов, кстати, тоже не были против. Единственное «но» – расположены эти гаражи, хоть в центре города, но спрятаны от глаз прохожих. Вероятно, к такому творчеству наши люди еще не привыкли. Хотя, по мнению организаторов фестиваля, многие из работ достойны внимания. Будет два портрета – женский и мужской. И такие природные нотки будут также указаны. Мы хотели просто показать некое такое слияние природы и человека. Вот такое вот очень красивое и связанное с нашим краем. На осуществление задумки потратили почти два дня и 40 баллонов краски. На первый взгляд может показаться – рисовать на стенах просто. Но это не так. Съемочная группа «Толка» убедилась. «Линия будет ровнее. Это далеко. Еще поближе. Поближе, поближе. Вот так, да?» «Да, да, да. Все, начинаем. И желательно побыстрее вести, чтобы потехов не было». Теперь уличные художники с нетерпением ждут следующего фестиваля. В 2021 году граффитисты разрисуют фасады зданий – Барнаула, Заринска, Бийска и Рубцовска. Елена Кузовкина, Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.